Добрый день, дорогие друзья! Ну что, чеснок созрел? Стрелки пошли? А что вы с ними делаете? Как всегда мнение делится. Одни считают, что чесночные стрелки надо срезать сразу же, как только они появились. Вторые, после того, как они закрутятся в кольцо, и именно в кольцо, мол тогда все будет в порядке. Ученые опровергают и ту, и другую версию. Давайте вначале разберемся, что такое чеснок. Чеснок это многолетняя культура. В первый год она формирует луковицу, во второй год она выбрасывает цветонос. Я думаю, что все знают этот цветочек, в котором бульбочки. Именно они очень важны для самого растения. Поэтому в дикой природе оно и делает ставку как раз-то на этот бутон и на все эти семена, для того, чтобы продлить себя. И, соответственно, луковица вырастает вот такая вот маленькая, неядреная, то есть совсем никакая. У нас же, огородников, совсем другие задачи. Мы должны вырастить огромную луковицу, то есть сам чеснок, чтобы он был, чтобы зубчики были большие, чтобы она сама была большая. То есть у нас же ставка на урожай, а не на то, чтобы собрать семена. Хотя и они нужны, но о них мы поговорим чуточку позже. Так вот, где-то примерно месяца через два, после того, как сойдет снег, если положим у вас это озимый чеснок, или же если вы высаживали его ранней весной, начинается выгонка стрелки. И как раз-то вот на стрелке вот здесь и будет наш цветочек. Вот здесь сформируется наша бульбочка такая, и здесь будут мелкие семена. Пока это только зачатки. И поскольку сама стрелка, она идет из центра растения, то, безусловно, все питательные соки идут непосредственно ей. И обделяется та луковица, которая есть в почве, и на урожай которой мы, в общем-то, рассчитываем. Что мы должны сделать? Если мы уберем нашу стрелку до того, как она отрастет, вот как многие говорят, вот только она выскочила, надо сразу убрать. Нет, не надо. Потому что, когда мы ее уберем, ну, когда она 2-3 сантиметра, то есть, когда она совсем маленькая, стрелка все равно продолжит рост, даже если, ну, грубо говоря, без головы. Потому что, если мы отщепнем, вот как бы макушечку, она все равно продолжит рост, она все равно будет тянуть соки. Не вариант срезать ее и после того, как она уже закрутится в кольцо. Надо сказать, что как только она закрутилась, видите, вот она сама закрутилась в кольцо. Потому что, ну, так ее не закрутишь, ты просто ее поломаешь. Она уже все вытянула. Да, она, если мы ее сейчас срежем, она уже не отрастет. То есть, питание брать не будет, но она и так его уже все взяла. В чем же, каким может быть выход? А выход в том, что мы срезаем чесночную стрелку тогда, когда она отрастет, ну, на 8-10 сантиметров. То есть, что называется, ни нашим, ни вашим, тогда она уже точно не отрастет и она не заберет по максимуму питательных веществ. Как мы должны ее убрать? Во-первых, ее надо аккуратно срезать, отступив где-то сантиметр от самой луковицы. Ну, вы увидите в растении, как она идет, оставив такой пенечек не более одного сантиметра. Ни в коем случае нельзя ее тянуть, потому что она очень крепко сидит. И представьте, вот она, она достаточно толстая, если хорошее растение. И когда вы будете тянуть, вы просто вырвите сам кустик, вырвите сам чеснок и, соответственно, ну, не пересаживать же его, уже растение погибло, уже урожая не будет. Лучше всего можно щекнуть пальцами или же срезать секатором аккуратненько. Главное, чтобы он был чистый, как бы не зараженный какими-то другими. Поэтому периодически можно его протирать спиртиком или там одеколоном, ну, своего рода дезинфекция. После того, как мы удалили наши стрелки, растение надо подкормить. Лучше всего, конечно, использовать золу или удобрение фосфорно-калийное, потому что именно теперь для закладки вот такой большой луковицы чесноку нужен фосфор и калий. И когда мы его подкормим, во-первых, мы ему придадим импульс, то есть силой расти дальше. И, соответственно, мы, убрав стрелку, мы сэкономим питательные вещества для самой луковицы. Что касается полива, то сразу чеснок не после операции, после удаления стрелки поливать не надо. Потому что, вы же понимаете, это лишняя влага, а нам надо, чтобы ранка, она быстрее, ну, зарубцевалась, засохла, чтобы растение не столько страдало от, ну, все-таки это как бы для него это удар, это стресс, потому что мы убрали часть растения и, соответственно, оно по-своему это будет переживать. Что касается всех стрелок, то, наверное, их все убирать не надо. Все-таки парочку стоит оставить. Для чего? Видите, она загнулась в кольцо, но потом пройдет время, и наша стрелка, она выровняется, то есть она будет над кустом вот как бы прямо стоять. И это будет знак того, что уже луковица, которая находится в почве, что она созрела и готова к уборке. А так, ну, как вы определите, пора копать чеснок или не пора? А так стрелочка вам подскажет. Ну, и с другой стороны, все-таки, если вы планируете омолодить посадки, обновить их, то эти семена, которые вы соберете, они тоже будут вам кстати. Так что одну-две стрелочки я бы советовала вам все-таки оставить как индикатор. Индикатор созревания урожая. Что еще? Не знаю, как вы используете чесночные стрелки, а у меня вариантов очень много. Во-первых, с них можно приготовить отвары против морковной мухи, против луковой мухи. То есть мы можем заварить, залить кипятком, дать настояться и провести обработки против вредителей. Потому что чеснок все-таки это ароматное растение. И этот аромат, он не нравится многим вредителям. К тому же чесночные стрелки очень хороши. И в кулинарии у них очень много витаминов и микроэлементов. И даже просто пропустив через мясорубку или измельчив в блендере и заправив сметаной или майонезом, мы получаем замечательный зеленый витаминный соус. Точно так же стрелки можно перекрутить на мясорубке с салом. Можно приготовить на основе их песто. То есть вот этот зеленый модный нынче соус. Можно их просто замариновать, закатать, засолить. Так что не спешите нести их сразу на компостную кучу. Помимо того, что вы увеличили урожай на самого чеснока, причем, как говорят ученые, почти на треть и без дополнительных усилий, вы еще можете приготовить очень много полезных, вкусных для себя блюд. Или же использовать отвары чесночных стрелок для того, чтобы расправиться с вредителями у себя на участке. Я думаю, что информация для вас была в чем-то полезной. Я желаю вам хороших урожаев, следите за обновлениями и подписывайтесь на наш канал.